Нет дорог у нас в городе. Негде ездить. А это что? Это не дорога. Это ямы сплошные. Погода направится, кажется, дороги сделаем. Моем такое мнение. Более 17 миллионов предусматривает бюджет городского округа на содержание автомобильных дорог. В эту статью входят, рассказывает заместитель главы пожилищно-коммунального хозяйства Лариса Потапченко, не только ремонты автодорог, но и. Предусмотрены работы по содержанию светофорных объектов. Зимнее содержание дорог – это на 13 миллионов 600. Летнее содержание дорог по селам – это отсыпка щебням дорожного полотна на 600 тысяч. И всего лишь летнее содержание автомобильных дорог – это 3 миллиона 207 тысяч. В эту сумму, поясняет Лариса Юрьевна, входит нанесение дорожной разметки зебра, установка дорожных знаков, ремонт остановочных комплексов, скашивание травы, очистка от мусора, придорожные полосы, на ямочный ремонт дорог в этом году. Итого предусмотрено 1 миллион рублей. При всем при этом, сейчас вот обследовали дороги, ямочный ремонт по улицам – это Ленина, Степана, Разина, Свердлова, это по северной части, и декабристов улицы Розрик-Сембург в этой стоимости даже не предусмотрено. Таким образом, понимая, что ямочный ремонт просто невозможен, дорожному полотну необходима не профилактика, а реанимация. Капитального ремонта требует практически вся проезжая часть Полевского. Все работы, которые необходимо сделать сейчас для того, чтобы выровнять ситуацию, это проведение капитального ремонта. Сейчас мы рассматриваем этот вопрос. Сметная стоимость уже подготовлена. А это примерно 8 миллионов рублей. Где их взять, пока никто не знает. Сегодня население задается вопросом, а как же налог, который платит владелец каждого авто? Это не 1 миллион рублей. Вся сложность в том, говорит Лариса Потапченко, что эти деньги уходят в областной бюджет, а городу не остается с этой суммы ни копейки. Хотя шанс получить средства на капитальные ремонты автодорог есть. Для этого необходимо заявляться в областные программы. Сегодняшний глава округа Дмитрий Филиппов именно на это и делает ставку. Но по самым оптимистичным прогнозам, для нашего города деньги на дороги по областным целевым программам могут быть выделены только в 2011 году. А это значит, придется решать проблему полевских дорог самостоятельно. Капитальных же вложений в дороге не было несколько лет. А прошлогодний ямочный ремонт мы посмеем себе назвать просто укладка денег в асфальт. Согласно СНИПов строительства дорог, чтобы асфальтировать, к примеру, вот эту выбоину, необходимо края участка выровнять, место очистить от грязи и пыли. Затем необходимо уложить приплавляемую битумную ленту. Это крайне важно, так как вследствие сжатия асфальта возникает зазор всего несколько миллиметров. И если у нее установить битумную ленту, туда проникнет вода, что запрограммирует скорее всего новое повреждение, чем устранит старое. И еще одно условие. Работы должны осуществляться только при сухой погоде. Температура воздуха не должна опускаться ниже плюс трех. Мы все видим, как укладывается асфальт в Полевском. И делаем выводы. В России везде такие дороги. То есть, может из-за того, что не умеют делать, может из-за того, что не так делаем, как надо. Ну, у нас климатические условия такие. Я думаю, что просто надо не ямочный ремонт производить, а хотя бы участками. Тогда будет получше. По-моему, вообще не ремонтируется. Летом так насыпают. А то весне вообще проехать невозможно. С этого года на работы, выполняемые по муниципальным контрактам по ремонту автодорог, будет введена гарантия, что позволит не только требовать, но и работать, как говорится, на совесть. Кроме выполнения требований ГОСТа, необходимо оснащать город и ливневой канализацией, считает Лариса Юрьевна. Главный враг асфальтного полотна – это вода. Во время таяния снега образуются лужи. Вода попадает в поры дорожного покрытия, тем самым разрушая асфальт. А если учесть, как он был сделан, разрушение происходит в два раза быстрее. Лариса Потапченко, заместитель главы пожилищно-коммунальному хозяйству, говорит, что и глава города, и дума понимает, что тот миллион, который есть в бюджете, на ямочный ремонт проблемы не решит. Для того, чтобы в Полевском появились дороги, необходимы деньги, которых в год экономической нестабильности в бюджете тоже нет. Этим вопросом нужно сегодня заниматься. Заявляясь в областные целевые программы, получать средства и воплощать мечту 21 тысячи автомобилистов-полевчан, сделать в городе дороги в соответствии с требованиями СНИП. Именно этим и занята сегодня администрация Полевского. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Алексей Ионов. Новости нашего города. Продолжение следует...